В Мурманском технологическом колледже сервиса состоялась ярмарка вакансий в сфере туризма и гостиничного бизнеса. На одной площадке встретились студенты и предприниматели, чтобы познакомиться и рассказать о себе. Как прошла встреча, расскажет Анна Шинкаренко. Ты видишь, всплески, барица в море. Как непроклянной пеленой приходит снежная бурга. Рассказывать о природе Кольского заполярья можно долго, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Туризм в нашей области активно развивается, что способствует увеличению потребности в новых кадрах. Предприниматели и студенты встретились на ярмарке вакансий в стенах Мурманского технологического колледжа сервиса. Те, кто сегодня за столами, наши предприниматели, они уже формируют то гостеприимство, которое в регионе есть. Но им не хватает сил, у них не хватает времени, у них очень много работы, потому что много туристов, и вы нужны. На ярмарке работали отельеры, рестораторы, туроператоры, готовые предложить студентам практику и трудоустройство. Самые актуальные вакансии – это гиды, официанты, горничные, а, возможно, кто-то может стать и управленцем, как, например, Владислава Шайдулина. Девушка работает заместителем директора по туризму, хотя закончила вуз летом прошлого года. Сейчас вспоминает, как начинала свой путь, будучи студенткой. К нам приходили представители комитета по туризму. Это была не совсем ярмарка, просто рассказывали и агитировали за то, что в регионе нужно работать, нужно оставаться работать. И мы захотели пойти на практику именно туда. Шесть недель мы проходили и теоретическую, и практическую подготовку. И после этого нам уже поступали от работодателей предложения о том, чтобы пойти к ним после университета работать. В Мурманской области открываются новые отели, кемпинги, туристические маршруты. И каждый студент может заявить о себе, а где-то и вовсе – самостоятельно напроситься на практику. Я собираю лично сильную команду, поэтому сегодня надеюсь, кого-то заинтересует наше предложение. Менеджер по продажам, менеджер по туризму. Для меня самое главное, чтобы у людей было желание. Все остальное, так как я 15 лет уже в туризме, я всему научу. Нам сейчас нужны талантливые, яркие, красивые гиды, которые любят то место, где они живут. А если любят, значит, преподнесут гостю регион так, что ему захочется вернуться. А это главный принцип в сфере туризма. Анна Шинкаренко, Данила Клепиков, Арктик ТВ. Продолжение следует...